всем доброго времени суток с вами канал от мани сегодня у нас видео обзор покупок из фиг прайса вы уже наверно заметили здесь у меня стоит ароматные палочки они тоже куплены фиг прайс это запах роза я на них делаю недавно обзор вы можете видеть их на моем канале они очень ароматно пахнут очень мне нравится и запах у меня прям во всей квартире особенно когда по комнате вот ходишь туда-сюда запах распространяется вот сейчас мы его уберем чтобы он нам не мешал он будет дальше меня радовать будем смотреть на мой мешок довольно тяжеленький он как вы видите довольно такой вот округленный вот почему накругленные узнаете чуть чуть попозже сейчас мы начнем доставать сверху купила я влажные салфетки детский по 55 рублей очень удобно раньше они были 50 рублей но не было вот этой штучки сейчас они 55 потому что очень удобно вот она открывается здесь вот наклейка она отклеивается и они всегда закрыты то есть не высыхает ничего в случае конечно с они высохнут все таки их можно смочить водичкой их смачиваю водой отжимаю несколько раз потому что это детские я вытираю ребенком неизвестно что здесь в составе находится мне нравится потом когда они заканчиваются вот эта крышечка еще до сих пор долго продолжает работать то есть она не отрывается с ней ничего не случается у меня ребенок отбирает эту пачку уже закончилась уже уже использована играет вот с этой дверцей туда-сюда туда-сюда идет на протяжении там какого-то времени она прям очень нравится я купила две такие вот мне очень нравится здесь 120 штук много и хватает довольно надолго также я купила накидка для стрижки окрашивания волос их в принципе продавали еще пару лет назад ну что-то думал зачем мне я краситься не собираюсь последствия что там сама здесь выравнивала ну-то спереди вот выравнивала постригу и все когда появился ребенок я поняла то что я ребенка буду стричь дома скорее всего сама потому что у меня есть машинка специальная для этого для стрижки там все как положено у меня есть я подумал почему бы и нет накроешь просто так вот ребенка пострижешь его и все чем искать какую-то там специальную тряпку потом пытаться ее вытряхнуть там постирать а это все-таки специальная вещь и также я могу допустим если я буду сама себя красить также ее накинула просто покрасила там сама себя и там постирала и все в конце концов это специальная ткань которая сделана а стоила она 50 до 50 рублей ровно это осталась последняя пачка немножечко тут рваненькая ну я прям последнюю забрала также я купила батарейки пальчиковые вот но батарейки в принципе они всегда нам нужны и везде нужны особенно пальчиковые магазинах обыкновенных она недовольно дорого стоят такие у нас дома такие же есть мизинчиковы и они в принципе нам надолго хватает не помню куда но мы куда там вставляли у нас их две пачки хотя мизинчиков они большая редкость и не так часто нужны такие все-таки больше мы кстати с вами будем тестировать вот с вами посмотрим будем втыкать их куда мне там понадобится да еще кстати давайте наверно с вами посмотрим эту накидку да вот она тряпочка порватая может быть ее вскрывали ткань честно говоря такая просто плащевка для стрижки нормально она довольно большая такая как огромная майка вот там где-то вот дырочка видите а здесь есть липучка на липучку закидывается вот так вот и это даже не тканя как мешки вот делают 50 рублей хотя мне кажется раньше наверно было все таки именно тканем в принципе ее можно даже не стирать а так высохнет там и скажите кто может кто-то стирал пока отложим сюда не буду складывать здесь что-то у нас написано полиэтилен а ну да у полиэтилен 140 на 120 потом я ее сложу и потом все вместе с фотографируем так же я купила такие вот чипсы а их я когда-то покупала очень-очень давно когда фикс прайс еще цены были 36 рублей вот по моему 37 вот там была пачка меньше где-то вот наполовину половина была здесь гораздо больше не знаю вспомнил с то время когда их покупала на тот момент такие чипсы были необыкновенные для нас потому что мы привыкли там лейс от русской картошки которые такие вот загогуленьки непонятные там и все а это вот будет что-то необычное я вспомнила и решил купить это кстати на обзор на нее на эту коробочку на эти чипсы будет отдельный обзор где будут полностью все фотографии фотографии как она будет внутри и также мы вместе с вами откроем посмотрим какие они там сколько штук там сколько есть здесь 200 грамм написано если хотите напишите под видео взвешивать взвесить меня ее или нет сколько там и без самой вот это вот пачки они весят потому что многих случаях бывает такое то что написано 200 грамм например а весит она там 180 или 190 или наоборот допустим 205 там 207 вот так вот бывает в принципе кто смотрит мои обзоры часто они знают так купил такую вазу виде граната не знаю на них то они тоже продавались наверно около года назад еще я помню первый раз увидел ну какая-то фигня не буду брать а потом недавно увидел там интерьеры разные как там их красиво делают и думаю блин я тоже хочу вот некоторые красят их золотой цвет в принципе не знаю посмотрим может быть попозже я тоже покрашу а стоила на 77 рублей там были немножечко разные были еще это вот с точками а была без точек также я купил мыло мыло он просто ароматно пахнет так это у нас роза до розовые лепестки просто ароматно не знаю как она будет на деле потому что пахнет здесь это одно все знают когда начинаешь мылить руки это совершенно другой запах купила два потому что один у меня одна пачка пойдет в подарок каждый год новый год с мамой делаем розыгрыши и покупаем всякие такие вот нужные вещички там не будешь сладенькая там чё-то либо нужно и вот такой вот там резиновые перчатки например там чего-нибудь еще на срезиновые перчатками сложнее потому что размер руки у всех разный купишь большой слишком большая купишь маленькой слишком маленькой купишь среднюю не лезет то есть сложно подобрать и качество тоже кому-то там для меня на вкусом какая-то там нормальная до долго хватает у другого может быть рвутся они быстро вот то есть тоже мир не определишь поэтому в этом году у меня будет мыло на розыгрыш и там еще вот ну про них наверное я расскажу туда ближе к новому году в каком-нибудь влоге что это приготовила какие-то у нас будут задания там и все прочее против папа попозже немножко расскажу стоил 25 рублей на розыгрыш а другую для себя попробовать потому что я люблю души иногда мыться просто помоешься как обычно все а потом просто мылом и выходишь такая вся пахнешь такая розами там чего-нибудь такое я очень люблю так а вот так же я на розыгрыш купил киткат шоколадку такое что-то маленькое нужное вкусненькая она тоже стоила 25 рублей обзора на нее не будет потому что она в качестве розыгрышей то есть качестве сюрприза подарка идет так купила я такой грустящий аракиз со вкусом лука и чего тут и сыра это на обзор они стоят по 25 рублей оба на обзор посмотрим с вами раскроем какие они внутри сколько их там штук внутри может быть кто-то покупает на большую компанию например чтобы знать сколько внутри здесь написано 60 грамм а когда я покупала мне казалось что их 100 грамм но оказалось 60 маркетинговый вход тоже конечно чтобы было 100 грамм было бы гораздо лучше 100 грамм привычнее вот и последнее что у нас есть пакет как видите остался круглым давайте я дам несколько секунд наверное вы напишите в комментариях внизу что это может быть почему пакет остался круглым он там сгинается там вот что-то есть известно что давайте я подожду напишите в комментариях что это может быть такое большое довольно круглую то есть она длинная мягенькая как вам показать пишите я надеюсь вы написали я его вытаскиваю и это у нас коврик для детского творчества 199 рублей я долго думал думала долго сомневалась брать не брать причем они уже появились в продаже довольно давно вот я еще тогда сомневалась думаю может быть выйдет что-то получше может быть получше все ждала 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 но нет лучше не вышло ничего и уже год заканчивается думаю надо брать наверное уже неизвестно если выйдет куплю второй пускай у ребенка будет потому что я думаю они быстро потребуется быстро закончится тем более что там ребенок начнет резать на них что-нибудь там я не знаю он довольно большой так размеры у нас размеры не знаю какой здесь размер а 60 на 40 вот он написано 60 на 40 вот он довольно тут вот толстенький такой вот он плотный с этой стороны немножко помягче тут поплотнее ну сейчас у меня уже ребенок начинает рисовать понемножечку он берет карандаш он просто по столу все это чертит ему нравится как это по столу все выглядит я думаю господи да что же ему думаю положу большой лист и все равно этого листа большого мало он все равно залезет куда я думаю надо что-то огромное класть думаю что лист ватмана что ли класть ну а когда начнет красками рисовать думаю как будет тогда вот а это вот его можно стереть наверное ну кстати я выбрала расцветку самую оптимальную самую симпатичную там был еще какой-то виде домика какая-то там типа фотография не помню еще какие-то было одна или две расцветки я уже забыла какие ну здесь вот еще наклейка большая ну потом во влогах в принципе вы увидите как она выглядит вот без этой большой наклейки сейчас я ее доставать наверное не буду потому что он очень хорошо упакован пока что там пару дней он еще полежит наверное там как раз сейчас начинаются новогодние у нас праздники мы начинаем скорее скорее все готовится и сейчас не до рисования тем более там ребенка там или чего-то там скорее думаешь надо это надо это поэтому наверное в следующем году теперь мы с вами будем вернее не мы с вами а вы будете смотреть наши влоги и видеть как Димулька рисует вот что там он рисует вот такие вот у нас были с вами обзорчики покупок да в этот раз довольно мало к сожалению у меня был большой большой такой список я шла с таким вот большим списком и ничего не нашла то что у меня написано в списке у нас в нашем фирпрайсе нету поэтому вот купила вот то что там ну да вот это я уже давно хотела вот она появилась я ее купила ну как бы вот так батареи кстати у нас тоже они очень быстро у нас заканчиваются в нашем фирпрайсе а в других не знаю наверное есть но у нас очень быстро я видела как люди берут несколько патчек таких я еще думала неужели они хорошие думаю быть такого не может какие-то непонятные и так много сразу их тут там 10 штук то есть в другом магазине за те же самые 10 штук наверное вы бы заплатили не знаю рубли 400-500 наверняка там по моему дурасел даже 2 или 4 там батарейки стоит около 200 рублей наверное если я не ошибаюсь вот так же ну вот я заодно взяла тоже попробовать но я думаю они нормальные хватит на какое-то время определенное вот еще у нас там кстати лампочки продают но я не стала рисковать их брать хотя не знаю может быть в следующий раз не знаю попробовать взять или нет потому что я слышала пару лет назад отзыв что они плохие все таки не знаю это было уже 2-3 года назад не знаю может что-нибудь там поменялось изменилось должно что-то уже поменяться вот не буду вас томить на сегодня это все у нас был с вами такой вот обзорчик из фикс прайса и всем пока пока пока